Русские новости Готовимся к шествию Русская весна Обычно проводится оно 1 мая Но, видимо, в этот раз, поскольку 1 мая у нас выпадает на Пасху Пройдет оно, по крайней мере, в большей части городов, где обычно проводил 2 мая Впрочем, власти могут решить по-другому Могут решить, что наша воля ничего не стоит, как граждане мы никто Это обычное поведение властей Поэтому они могут нам согласовать на какой-то другой день Может быть, не на первое, не на второе, как мы рассчитываем Или вообще не согласовать Это же их прерогатива Нам в чем-то отказывать Есть там конституционные нормы, но плевать они на эти нормы хотели Поэтому могут и отказать Мы и к этому готовы, мы тогда проведем серии одиночных пикетов Если речь идет о Москве, то в разных местах Москвы Выступим с пикетами И вообще, я думаю, весь май проведем в таких беспрерывных пикетах Потому что беспредел московских властей Этих жуликов и негодяев, которые узурпировали власть Господин Собянин никакой не мэр Никогда его и никто мэром не выбирал Просто человек захватил власть и здесь творит беспредел Ну и, естественно, он поставил на ключевые должности Такой есть департамент безопасности в Москве Вот есть там полиция, есть следственные органы Есть прокуратура, есть суды Вот это все вообще лишнее Вот есть некий департамент, который решает Разрешать шествие или не разрешать Согласовывать пикет или нет Всякий абсурд там пишут в отказах Типа нет объекта пикетирования Мы им говорим, нет такого понятия Понятие есть в законе Но права запрещать по этому поводу какой-либо пикет нету И вот эта переписка у нас состоялась Но это бессмысленно, понимаете Негодяй, он же тут же становится идиотом Он либо прикидывается идиотом, либо таким является Поэтому продолжают нам писать Нет, вправе отказать, нет объекта пикетирования Нам однажды пришлось пикетировать Около представительства Организации Объединенных Наций И нам тоже отказали там в массовом пикете Написав, нет объекта пикетирования Как есть, вот представительство ООН есть А объекта пикетирования нет Как это понимать? Ну вот такие у нас власти Вот центральная префектура Центрального административного округа Там такие сидят Господин Воронцов там такой вот много лет уже действует Ну и на московском уровне Там тоже господин Майоров, господин Олейник Вот эти выходцы из спецслужб Люди без биографии, без чести и без совести Ну это, видимо, норма такая уже Вот в КГБ, ФСБ и так далее Это норма Бесчестие, бессовестность и пренебрежение законом Это для них в порядке вещей Это будет всегда Пока они правят Я надеюсь, что это очень скоро закончится Я бы очень хотел видеть всех этих людей за решеткой В процессах таких публичных, где будет сказано, что они посягали на основы государственного управления На основы конституционного строя За это они должны сидеть в тюрьме Причем я думаю, что до конца своих дней Ну, может быть, не до конца Хорошо, пусть посидят хотя бы пять лет на нарах Потом выйдут и их право будет только работать где-нибудь дворниками Как вам, господин Майоров, Олейник, Воронцов Я думаю, что там им место Конечно, мы проведем Первомайское шествие До сих пор не было отказов Так или иначе, нас пытались растащить Делали фиктивные русские шествия для такой массовки Чтобы либо похулиганить Либо стянуть людей, молодежь, обмануть И направить политическое русское движение в пропасть Какое-нибудь шоу устроить Концерт, но ничего политического в этом нет И чтобы торгующий русскими брендами Господин Демушкин, который теперь присвоил себе торговый бренд Русский марш Продолжали свою политику национал-торгашей Я их тогда так назвал Но Демушкина тогда не называл так Потому что за ним подобных вещей не числилось Но оказывается, есть в душе Это червоточина, у него все равно была Теперь русский марш Это торговая марка господина Демушкина Это самое постыдное, что только можно себе представить Я вспоминаю, что когда была Родина, партия Родина Блок Родина, там тоже был внедрен такой агент Партнер Путина по татами С ним занимался когда-то И вот он в тайне от всех Ему было поручено и Оказана какая-то помощь Он тоже зарегистрировал торговую марку Родина Ну видите, кто-то Родиной торгует А кто-то торгует русским маршем Я помню, что еще в 2012 году Очень настаивал Иван Миронов на том, чтобы мы покупали его маечки Вот такого цвета, как имперский флаг Черно-желто-белый маечки он где-то нашил И потребовал, чтобы мы собирали деньги И эти маечки оплачивали Еще в них оделись Ну, во флаг одеваться Это как-то уже совсем последнее Последнее падение вкусов Ну, вот им почему-то очень понравилось Ради бога Там 3-4 человека в таких маечках вышли Мы отказались Ну, поэтому мы стали Для всей вот этой шайки Внедренной в русское движение Врагами Они нас там грязью отчаянно поливали Но в результате провалились сами Во всем провалились И, в общем, туда им и дорога Демушкина и прочим всем этим Национал-торгашам, национал-предателям Ничего в их природе с тех пор не изменилось Поэтому мы их, вот лично этих персон Не зовем на свои шествия Ну, если придут, конечно, не прогоним Мы же не такие подлецы, чтобы взять и там Донести полицаем И чтобы кого-то там повинтили У нас таких наклонностей нет Вот, но мы их не зовем И на трибуну не зовем Знаем, что они, чего они стоят Они могут сказать какие-то правильные слова Но за этими правильными словами Стоит предательство русского движения Вот, а все-таки сегодня Хотелось бы поговорить о другом Может быть, о русской весне Мы отдельно поговорим Ближе к делу Потому что тогда уже нужно будет Проводить мобилизацию Уже и сейчас хотелось бы, чтобы люди Готовились к майскому шествию Русская весна, русское возрождение Национализация по-русски И так далее Все лозунги, которые мы в последнее время использовали Но так складывается ситуация Что нужно еще раз поговорить про выборы Потому что развернулась уже Вовсю предвыборная агитация Уже везде баннеры висят Я видел ЛДПР, КПРФ Еще нет избирательной кампании А баннеры уже висят Каким образом это происходит? Вот никому нельзя, а этим можно Но больше всех можно, конечно, Единая Россия Она проводит так называемые праймерис Беззаконное действие Это попытка проводить выборы До назначения выборов И все это дело транслируется Центральными телеканалами И фактически создается неравенство В средствах агитации Даже среди тех, кто допущен Это олигархической властью До избирательной кампании И будет априори уже Будет внесен в списки Это четыре думские партии Вот эти четыре думские партии Тоже неравны Есть те, кто равнее равных Вот самые равные у нас Это Единая Россия Они проводят свою внутреннюю борьбу Свои внутренние процессы конкуренции Перед глазами всей публики Всей страны Якобы это у них там Таким образом организован отбор лучших Уверяю вас Никакого отбора лучших нет И даже если вы как граждане Куда-то там пойдете И против какого-нибудь негодяя Будете выступать Кто вас будет слушать Ну разве вот путинское общение с народом Это способствует тому Чтобы от народа что-то Господин президент Педрезент Как его вот я так мысленно называю Никакой он конечно не президент Тоже узорпатор Услышать Да нет конечно Это все шоу Это все для того Чтобы воздействовать на мозги людей Не всерьез работать над государственными проблемами Не услышать народ Который находится в крайней степени Растерянности Это уж как минимум Но так же и нищеты Десятки миллионов людей Чьи доходы ниже прожиточного минимума Десятки миллионов Если не половина Так у меня такое Представляет Что сейчас вот на данный момент Не меньше половины Граждан Поскольку многие потеряли работу Свернули там свой бизнес Люди уволены Из тех предприятий Которые вынуждены были закрыть Доходы бюджета никакие Все уже резервов нет Все сворачивается Все социальные программы Минимизируются все выплаты Все сейчас По моим представлениям Не могу представить расчеты Половина людей Находится за чертой Бедности За чертой выживаемости То есть они Эти люди Не меньше половины Населения страны Начинают расходовать Какие-то Хоть какие-то накопления Если таковые есть Или просто перестают Например платить По ЖКХ Ну а это Такая структура Которая у нас Всегда безрисковая Бесприбыльная Частные компании Которые издеваются Над нами Придумывают тарифы Придумывают Объемы услуг Которые нам не поставляют И не собираются Колоссальные доходы Получают Вот они Они сейчас будут Массово подавать В суд На граждан Которые не могут Реально платить В том числе И фальсифицируя Отчетность Вот как Я тут на днях Должен был пойти в суд По иску компании Сейчас вот в Москве Все это преобразовалось Раньше были Дирекции единого заказчика ДЭЗы и исполнители Вот ДЭЗы Всем этим рулили А теперь их заменили Государственными бюджетными Предприятиями ГБУ Жилищник Государственное Бюджетное Учреждение Жилищник То есть даже Это не предприятие А учреждение Вот и Подают на меня В суд Там полностью Фальсифицирована Вся отчетность Якобы там я месяцами Не платил И так далее Да еще не понимают Что Есть сроки Исковой давности Три года Они За большее Не должны С меня что-то спрашивать Ну и все туда Засыпали И так далее Вот забивают суды И таких судов Будут тысячи Людей будут Выселять Выселять на улицу Вот реальный фон На котором Проходят вот эти шоу Праймерис всякие И так далее Ну скажите Какой смысл Людям участвовать В выборах Если они Ни на йоту Не смогут Изменить ситуацию Вот те негодяи Которые Стояли у власти Они и будут Стоять у власти Ну может быть Маски немножко сменятся Одни люди Заменятся на других Но смысл Останется тот же самый Это будут те же Самые люди Как говорится Из того же самого Лукошка Те же самые Гнилые Ядовитые грибы Вот их наберут заново И праймерис Это такое средство Удерживать внимание Населения В течение длительного времени Что есть Некая такая Народная Якобы партия Единая Россия И вот она Спрашивает у народа Кого же все-таки Лучше Выдвинуть Кандидатами в депутаты Включить в список И так далее Уверяю вас Они лгут Лгут Заведомо зная Что они Ни в коей мере Не будут Учитывать мнение граждан Тем более Вам захотелось Там что-то Где-то высказаться На праймерис Не смешите меня Что вы там Как вы там выскажетесь Ну примерно так же Как Путин вот слушает Как люди высказываются И посмеивается себе Он просто хихикает Он над нами издевается Вы все это смотрите И принимаете за чистую монету Ой какой вот миленький Да Такие бабушки сидят На завалинке Телевизором включили Они говорят Какой милый Какой милый У нас президент Да Какой же он хорошенький Вот это Почитание начальства Он что нам Царь бог что ли Кто он такой-то Просто шпана Шпана Типа вот Московская шпана Это Лужков А питерская шпана Это вот Путин Одного и того же Типа Личность Совершенно лишенная Образования Интеллектуальное Чутья какого-то Культурной составляющей Ну Надо же подумать Чтоб человек Начал цитировать Коммунистические вирши Это не бог Не царь Не герой Вот он не бог Не царь Не герой А просто ничтожество И нам его представляют Как такое лицо государства Такой вот Объект В который мы все Должны быть влюблены И это называется Патриотизмом Официальный патриотизм Мы должны все это ненавидеть Вот как Какая-то мерзость Которую нам показывают Я лично не могу смотреть Все эти выступления Путина Потому что Мне мерзко Через пять минут становится Я не могу смотреть На ужимки этого существа Вот Ну а кто-то вот Наслаждается этим Ему лицезреть начальство Это высшая степень удовольствия Ну это люди уже Это не граждане И даже не вполне люди Поэтому Ну к ним можно отнестись Благосклонно К их болезненности Болезненности Их психики Но все-таки Нам рационально Надо выбирать Какую-то линию поведения Нас склоняют К любви к начальству Представляя это Любовью к родине Но мы четко должны знать Что Это начальство К нашей родине Имеет только одно отношение Они оккупировали нашу родину Захватили ее И нас же ограбили Поэтому мы такие нищие Страна богатая Народ нищий Почему? Потому что Эта власть Оккупировала нас Разграбила все наши богатства Присвоила себе Поэтому Путин принял Россию Было там Семь миллиардеров В долларах Теперь Там 110 Я не знаю уж сколько Там Ну все эти капиталы Разворованные В 90-е Были Путином Легализованы Было объявлено Вот именно это И есть Соль земли Это опора Нашей экономики Вот все Это варьё Которое Прячет свои капиталы В офшорах И Путин их не трогает Потому что Это же плоть от плоти Его политики А он является Ставленником этих олигархов Если мы это понимаем Как мы должны относиться К партии Единая Россия Как к самым Распоследним негодяям Кто коснулся Этой партии Тот весь уже Испачкан Испачкан ненавистью К своей собственной стране И причастен К разграблению богатств К всем нашим несчастьям Поэтому Где видите Единую Россию Плюньте Отвернитесь Надо испытывать Только самые негативные чувства А если вы любите Ну тогда Если вы любите этих людей Если вы готовы За них голосовать Ну тогда Что вы из себя представляете Тогда вы сами Должны быть объектом Ненависти всего народа И так оно и будет Потому что Вся эта политика Грабежа проваливается Они же не могут остановиться Они видят Что рушится экономика Но остановиться они не могут Они не могут прекратить воровство Поэтому они сокращают Любые расходы Вот на вас На народ Все вот Все то что На самом деле Они считают Непрофильными расходами Но народ это же лишнее Понимаете Кормить их еще Зачем вот детей рожать Их же кормить надо Зачем стариков содержать Давайте там Поднимем пенсионный возраст Пусть сами ищут себе работу Это лишнее все Вот для них Поэтому они все будут сокращать Перестанут Вовремя выплачивать зарплаты Ликвидируют все частные компании Все уже они этим занимаются Они занимаются То есть они возвращаются Как сказал этот Кургинян Со слюнями на устах Что надо возвращаться в СССР СССР 2.0 Вот он СССР 2.0 Мы же видим это Вот те кто жил во времена СССР Они прекрасно видят Что происходит просто повторение Все то же самое То есть Путин полностью воспроизвел СССР Со всей этой номенклатурой Со всеми этими ужинками мерзостными С ГБшными этими методами управления С уничтожением всего То что есть личного выражения Личного таланта Личных способностей Личные инициативы Все должно окаменеть И действовать только С соизволения начальства А начальство будет соизволять Только если ты с ним поделишься Вот такая система Даже хуже В СССР все-таки Какой-то Хоть какой-то порядок был Хотя там тоже Многие так думают В СССР-то он по чистому коммунизм был Вранье все это Вот кто тогда жил Тут прекрасно знает Сколько было всяких безобразий Но сейчас безобразий кратно больше А система такая же Понимаете Вот это как будто Разложившийся Распавшийся СССР Вот сейчас оживает В политике Путина И его приспешников Единой России И прочих парламентских партий Включая ЛДПР Справедливую Россию Понятно что все это То же самое Те же самые Поганые грибы Из того же Лукошка Их туда набирают Именно для этого Не для того чтобы Что-то изменилось Или выразить мнение Выразить позицию людей Через эти партии Нет Нет Именно для того чтобы Позиция людей Никогда не была отражена Поэтому у нас В парламенте Нет и на грядущих выборах Не будет никаких Патриотов Никаких национальных сил Никаких национал-консерваторов Это не предусмотрено Потому что Мы Русские националисты Самые Последовательные враги Вот этого Русофобского режима Который возглавляет Путин И его партия Единая Россия Со всеми прочими Сателлитами Мы самые последовательные Их противники Поэтому мы не допущены Вот вы думаете Есть Какая-то справедливость В политической конкуренции Вроде бы Вся эта система Придумана для того Чтобы Разные силы Заняв Различные позиции Предлагали Народу Свои модели Управления государством Политикой Экономикой Нет Этого нет Все неугодные партии Просто ликвидируются Или не регистрируются Вот точно так же Была ликвидирована Партия Родина В 2006 году Как раз 10 лет в этом году Исполняется Ликвидирована Путем В общем-то Совершенно гнусной Манипуляции Продажи партии Продажи Юридического лица Все остальное Было выкинуто Лидер выброшен Программа выброшена Весь актив Слиц чищен И Миронов Сергей Миронов Никому неизвестный Абсолютно Непопулярный Политик Занимает Эту нишу И объявляет Себя Какой-то там Социальной Социалистической Оппозиции Партия Родина Никогда Не была Социалистической А на ее месте Вот на ее костях Вырастили Вот этот Гнилой кактус Сергей Миронов Вы за справедливую Россию Хотите голосовать? Вы думаете Там хоть что-нибудь Есть от справедливости? Нет Там только манипуляции Вами хотят Манипулировать Ну я уже не говорю там про Жириновского Это кремлевский шут Он говорит какие-то резкие слова В период выборов Да и между выборами тоже Именно для того Чтобы вы сконцентрировали Все свои надежды на нем Или хотя бы На том спектакле Который он Каждый раз воспроизводит И отвлекает ваше внимание От действительно серьезного момента Кто будет править в России Вот ЛДПР все время Переключает внимание Не очень далеких людей На себя Не ну он же прикольный Он же прикольный Поэтому вот давай за него проголосуем Ну это все позволяет Фальсифицировать выборы И дальше всю политическую систему И если вы голосуете за ЛДПР Или за справедливую Россию То вы одновременно голосуете Против национально-патриотического движения Которое оставлено за пределами выборов Так не ходите на выборы Тогда это будет ваше голосование За национал-патриотов Вы идете на выборы Значит вы за эту систему За ложь, за фальшь Вы ищете там какие-то маленькие партии За какие проголосовать Но они никогда не пройдут в Думу Вы думаете Хорошо, я отдам свой голос Лишь бы его не отдали там Единой России Или еще кому-то Вас не спросят Что делать с этим голосом Вы думаете эти бумажки кому-то интересны Которые вы заполняете там Ваш квиточек там с галочкой Вот если вы не придете Если массово не придут люди Если будет меньше 10% явка на выборы Это будет голосование ногами Это реально А так они все ваши бумажки подделывают Ваша подпись стоит Вы пришли на выборы Все, до свидания А дальше уже вам объявят конечный итог Вы же не сможете посчитать Сколько кто проголосовал Даже на вашем участке Если вы член избирательной комиссии Вы сможете как-то там посмотреть Что и как было И то обмешурят Обманут там тысячи методов Есть как фальсифицировать Даже на отдельном избирательном участке Те итоги, которые потом будут оглашены Но в целом-то как вы проконтролируете Никак Никак Электронная машинка выдаст Тот результат, который заранее распланирован С точностью там плюс-минус один мандат Я вас уверяю Все уже запланировано И люди, которые будут включены в списки Заранее будут знать Пройдут они или не пройдут По своей партийной принадлежности И по одномандатным округам Ровно все то же Если вы видите человека Которого вы вообще не знаете То как вы можете за него голосовать Ну он на выборах Вам понаобещает Понарасскажет Буклетиков там цветных Раздаст Может быть это очень будет Способный человек Который будет лихо критиковать власть И вы подумаете О, может быть он Может быть он как раз и будет Вот тем народным вождем Тем трибунам Который будет не спровергать эту власть В своих речах Не будет ничего такого Мы уже видели Подобных людей множество Они на выборах очень бурные И очень борзые Как только выборы закончились Они получили мандаты И все И к ним тут же находят подход И они тут же вливаются В правящую группировку Независимо от того К какой партии они принадлежат Ну хотите вы в потешных полках Поучаствовать Ну хорошо Вот недавно я узнал Что существует Монархическая партия России Ну вот проголосуйте за нее Это конечно потешная партия Потому что невозможно создать Монархическую партию в России Монархическое движение еще можно Я надеюсь что оно будет создано Потому что Вот те монархисты Которые там в 90-х годах Грызли друг друга Ругались И вообще не понимали Зачем они существуют Ну они уже можно сказать Сошли из политической арены Сейчас какое-то новое Монархическое движение Будет создаваться Но монархическая партия Это песчинка в этом движении Ну вот они выйдут на выборы Может быть их зарегистрируют Хотя срубить можно любую партию Любую Взять и там сказать А вот это вот подпись поддельная Идите доказывайте Вас сначала снимут с выборов А потом Вы будете в судах доказывать Что вот такой-то набор подписей Является подлинными Ну достаточно одному человеку прийти Сказать Я готов поддержать партию Я подпишусь сейчас Ну не одному там Двум десяткам Я подпишусь за вашу партию Да вы же подписи собираете Давайте Вот мой паспорт Все заполнят Все аккуратно заполнят Подпись поставят Паспортные данные внесут Год рождения Все будет точно Но потом После того как Будет идти Этап регистрации Они заявление напишут В избирательную комиссию Скажут Мы не поддерживали эту партию Поддельный материал Все И как вы докажете Да никак Вы Вас просто снимут с выборов А потом можете судиться Сколько угодно Ну как мы судились Когда отказали в регистрации Партии Великой России Мы судились больше года Судились больше года По разным поводам И в разных судах Пять судебных процессов у нас было Плевать они хотели На все законы Все эти судьи Ни в коем случае Не будут на вашей стороне Даже если вы показываете Что вот Фальсифицированы все бумаги Вот Росрегистрация Тогда господин Васильев Возглавлял Потом ему За заслуги Перед начальством Передали Росреестр Потом не знаю Куда он делся Но по крайней мере Вот он там заслужил Вот своим жульничеством Своими подлостями Он тогда заслужил Перейти в Росреестр То есть это Все хозяйство Учет всей собственности В стране Ну как он ведется Это отдельный разговор Как-нибудь я может быть Тоже об этом расскажу Там тоже Очень Такое Прикормленное местечко В которое Вливаются колоссальные деньги Для того чтобы Фальсифицировать И эту сторону Нашей жизни Кому какая собственность Принадлежит Вот Если Национал Патриотическую партию Невозможно Даже зарегистрировать Не то что на выборы Вывести А любая Любая печатка Будет воспринята Как фальсификация Ну так они Вот чиновники считают Если там Есть опечатка Например Если там Год рождения Скажем указ 2056 То они скажут Это вы фальсифицировали Ну опечатка 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 Исправляется Просто от руки Авторучкой Или там Звонок К человеку Который подписал Какого года Такого Раз Исправили Все Нет Такого нет Если вот такая Опечатка Есть У вас В документах Раньше 50 тысяч подписей Надо было собрать Это сейчас Там 500 И вот так Концепция меняется То есть Политическая система Строится так 50 тысяч подписей И вы партия Или 500 Подписей И вы партия Разница есть Принципиальная Но на самом деле Ничего не изменилось Ничего не изменилось Одна опечатка И вам Минюст говорит Вы фальсифицировали Вам нужно новый съезд проводить Все по новой Заново Запятая не в том месте Стоит Все Там Вместо Вместо Е с двумя точками Будет Е написано Все Это фальсификация Значит у вас Недостоверные данные Достаточно одной опечатки Для того чтобы все отклонить Уверяю вас Именно такая позиция В отношении всех Национально-патриотических партий Даже если Есть хотя бы Какой-то налет Вот Оппозиционности Такой нелибералистической Несоциалистической Просто не зарегистрируют Остальных пожалуйста Либералов Социалистов Это же их Политически близкие структуры А вот Национал-патриот У кого есть Своя собственная Обособленная позиция Нет Ни в коем случае Регистрировать нельзя Поэтому Что нам делать На этих выборах Там нет наших Там нет наших Вообще нет И даже если Национал-патриот Попробует зарегистрироваться Где-то Ну там же Под микроскопом Будут разглядывать Все его данные Все его Подписи Которые там тоже Надо собирать И внедрение Хотя бы одного провокатора Приводит к тому Что человека Не регистрируют Хуже того Его зарегистрируют А потом снимут С выборов Потому что Он скажет именно то Что записано в программах Он национал-патриотов А это же экстремизм Все русское в России Определяется экстремизмом Это экстремизм Для них мы все Русские люди Экстремисты Вот кто забыл о том Что он русский Или помалкивает себе В тряпочку И не хочет показывать Что он русский Этих можно терпеть А вот кто Открыто говорит Что я русский Я борюсь за Русские национальные интересы Я представляю интересы Русского народа Вот это первейшие враги Вот этой группировки Захватившей власть Если нет Национал-патриотов На выборах Что там делать Ну разве что проголосовать За потешную партию Монархическую партию России Вот она выглядит смешно Но знаете Иногда бывает Что так из потешных полков Потом вырастает Полноценная армия Я надеюсь Что когда-то Монархическая армия Вырастет И это будет Настоящая политическая сила Я постараюсь Приложить к этому Руку И постараюсь Чтобы это произошло Но сейчас Конечно этого нет И эти выборы Ни в коей мере Не отражают Русский национальный интерес Поэтому если вы в них участвуете Вы соучаствуете в том Чтобы эти интересы Были отброшены Вот подумайте об этом Если вы останетесь дома Не пойдете на выборы Да еще сагитируете Всех вокруг себя Не ходите В выборах чертей Участвовать постыдно То тогда это будет Реальное воздействие на политику А если вы пойдете Вы просто будете играть В шулерской игре А результат ее Уже заранее известен Да Представим себе Совершенно Невероятное Национал-патриоты Откуда-то скопились Из одномандатных округов Перешли Значит из других партий Раз и оказалось Большинство в Государственной Думе Это национал-патриоты Они начали Отменять Всякие идиотские законы Постановления Там вынесли Постановление Об импичменте Президенту И так далее Начали Бурное наступление На вот эту Воровскую власть Чем все это Закончится Ну вы прекрасно знаете Чем как это закончилось В 1993 году Расстрелом парламента Вы думаете У Путина Меньше желания Пролить кровь Чем у Ельцина Ну Ельцин Может быть даже Просто как бревно Его носили туда-сюда И что произошло Он даже Не вполне понял Да и до конца жизни Ему наверное Выпускали специальный номер Газеты Как в свое время Ленина Выпускали специальный номер Правды Именно для него Чтобы не тревожить Его трепетную душу Вот так же Наверное И для сошедшего с ума И пропившего мозги Ельцина Выпускали специальные газеты Чтобы он знакомился С тем что происходит И где-то к концу жизни Ему попалось Реальное издание И он Со своими ближними Делился Своим недоумением Как они считают Что это я все развалил Как же так Как же это могло произойти А вот так и произошло Вот так и произошло И произойдет сейчас Так же как сейчас Разваливается экономика В политике Полная стагнация Отсутствие какого-либо Процесса Антинародный режим Во всех его проявлениях В том числе Фальсификации выборов Которая уже началась Видите Праймерис Пропаганда До выборов Своих Каких-то невероятных достижений Теми партиями Которые сидят в парламенте На самом деле Ничего полезного Вот говорю вам Заведомо Ничего полезного Один только вред Один только вред От этой структуры Это не народное представительство Сама уже подмена Народного представительства Партийной думы Это уже колоссальный вред Это выступление Против основ Даже Того конституционного порядка Который у нас записан В Ельцинской конституции Того самого 93-го Расстрельного года Ну какой тогда мог быть Референдум Конечно сфальсифицированный И итоги Даже официальные итоги Не позволяли Принять конституцию Но они решили принять Как это все происходит Вот если правила Которые они сами установили Не сработали Как они действуют Они просто Интерпретируют Эти правила Ну там требовалось 50% от числа избирателей Чтобы конституция была принята Не было 50% Они тогда сказали Ну 50% от числа Пришедших на избирательные участки И объявили принятые А в Москве вообще абсурд произошел Там была графа Против всех на выборах 35 округов Тогда вот У нас был Московский городской совет Народных депутатов Это 450 депутатов было Ну они конечно давали жару Хоть и не все Там примерно треть Работало так Что у Лужкова Лысина каждый день Была потной Вот И Ну и поэтому Распустили Московский совет Разогнали Ровно так же Как и Верховный совет В 93 году И они объявили Тогда же выборы По какому-то новому закону Которого Который никто конечно Не принимал Что будет Вместо 450 депутатов 35 Хватит Ну на Москву Многомиллионный город 35 депутатов В одну комнату Можно загнать Если что Просто по башке настучать Чтобы принимали именно то Что требуется от начальства Ну естественно Все выборы Они фальсифицировали Конечно Но у них не получилось Понимаете Вот была графа против всех И проголосовали против всех Из 35 округов Большинство получил Кандидат против всех Вы думаете Они отменили результаты выборов Ну против всех Большинство Нет Они сказали Ну это просто опрос Это графа Вот выраженная Воля народа Против всех Все кандидаты Не устраивают Это просто опрос Это не имеет Никакого значения Поэтому победитель Тот Занял следующее место И все И сформировали Московскую городскую думу Вместо того Чтобы назначать новые выборы Этих кандидатов убирать Предлагать выдвигаться Но вообще изменять Закон о выборах Кто его мог изменить Да что же Парламент расстрелян Московский городской совет Разогнан Что кто будет принимать А им вот это Не подходила ситуация Поэтому объявили просто И Московская городская дума Так легко пошла Сначала их выбирали На два года Они взяли Сами себе Продлили срок на 4 года Как это может быть Вот так вот Есть законы Которые они же сами и приняли Легко нарушить Ну сам себе владыка Сам назначил закон Сам его отменил В тот момент Когда захотел Вот Полное полнейшее беззаконие То есть вот Власть которая ныне Проводит выборы В том числе и те лица Которые проводят выборы Это абсолютные самозванцы Самозванцы Даже те кто Вот на избирательных участках Сидит Что это за люди Назначенные каким-то начальством Там позорные Вот эти учителя Которые в фальсификациях Участвуют Там местные чиновники Какие-то Не знаю Скоро таджикских дворников Наверное туда начнут назначать Они легко пойдут И идут каждый раз На такие фальсификации Которые нужны Там где не нужны Там где народ совсем болван Ну тогда Зачем фальсифицировать Народ Народ так и сам проголосовал За своих мучителей А как расстрел Произойдет Так вон уже Путин объявил О создании Национальной гвардии Срезаются бюджеты Там Правоохранительных органов Срезаются бюджеты Министерства обороны Силовые структуры Направленные Внутрь страны Теперь у нас Называется Национальной гвардией Какой нации Извините Вот Мы можем назвать Это только Многонациональной гвардией То есть там кроме Многонационалов Никого нет А русских там Заведомо быть не может Потому что Тиранический режим Направлен против Русских людей Против русского народа Поэтому Вот такая армия Полицаев Создана Во главе с главполицаем Владимиром Путиным Они конечно Направлены на то Чтобы если тут Начнется какая-то Она начнется Ну как люди Просто с голодухи Будут выходить Бить стекла В ближайшие администрации Что делать Что делать Выведут нацгвардию Будут стрелять Убивать Я вас уверяю Что тип личности Человека Который мы видим Чаще всего по телевизору Таков Что он готов Пролить море крови Он готов убить Не просто там Тысячи людей Вы знаете У нас тут Когда где-нибудь В Брюсселе Что-то взорвалось Ой 20 человек убили Тут готовы убить 20 миллионов Легко А зачем они Этот народ Абсолютно им не нужен Тем более Наиболее активных Почему их Этих просто нейтрализуют Быстрее всех А те кто будет Выходить на улицы Да вот Это нацгвардия Те Так называемый Правый сектор Вот на Украине Это та же самая структура Там против русских людей Здесь абсолютно То же самое Против своего собственного народа Национальная гвардия Это структура Созданная Для уничтожения Своего собственного народа То есть Путин Перешел к прямому Формированию Таких структур Которые будут Уничтожать уже Не с помощью Фальсификации выборов Фальсификации законодательства Правоохранительной системы А с помощью Непосредственно Убийств Эти же люди Вооружены Автоматами Даже там танки Есть По-моему даже Самолеты Есть А для чего Все это Я понимаю У армии Внешний противник От него надо обороняться А внутрь Это страны Для чего Все это направлено Вот именно Для этого Если внутри страны Живем только мы Мы В основном Русские люди Больше 80% Русских людей Вот это все Направлено Против нас Вот эти вооруженные До зубов Люди Нам будут говорить Не Ну они против террористов То есть против террористов Используются Танки Самолеты Там Пусковые Или там Какие-то Установки Град Залпового огня Это все Против террористов Да Вот они Воюют против террористов В Донбассе что ли Ну так же Украинские ВСУ Антитеррористическая Операция АТО Как они называют Вот ровно Точно так же Путин собирается действовать Готов так действовать Как только русские Начнут сопротивляться Хоть как-то Вот будет у нас Очередное АТО Вот не только Порошенко этим Готов заниматься Путин тоже Прольет реки крови Просто Вот поэтому Слава Богу Что Все люди смертные И вот такие Выродки Родочеловеческой Тоже смертные Поэтому Любой диктатор Любой Террорист Любой Тиран Уйдет Рано или поздно Из жизни И Слава Богу Освободит Нам место Для того Чтобы мы могли Как-то все-таки В руководство Стороной Продвинуть Своего Своего человека Национального лидера Действительно Лидера нации Или он станет Лидером нации На своем посту Путин конечно Никакой не лидер нации Если лидер нации Это только какой-то другой Нерусской Вот это абсолютно Нерусский человек Вот смотрите на Путина Вот посмотрите Вот так ведут себя Нерусские люди Нерусские Антирусские Настроены Полицай Вот клеймо такое Полицай Вот те кто касается Этой власти Кто готов ее обслуживать Это полицаи Но не будьте полицаями Не соучаствуйте в этом Вы пойдете на избирательные участки Тоже станете полицаями Что мы хотим Большой победы На выборах патриотов Победы видите Не будет Потому что патриотов На выборах нет Но представим Гипотетически Что они откуда-то Когда-нибудь появятся То есть появятся Какие-то выборы На которых патриоты Смогут хотя бы Пройти в думу Что они там сделают У нас есть опыт Партии Родина Опыт тяжелой борьбы И опыт предательства Потому что Родина Избиратели Родины И те кто всерьез В Родине Сражался против Ныне действующего Политического режима Заметим Против режима Не против государства А именно против режима Тотального воровства И тотальной измены Все эти люди Оказались преданы И преданы очень легко Потому что Человек слаб А жизнь сложна И к каждому Администрация президента Пыталась найти Какой-нибудь подходец Такой вот Чтобы человека Ослабить И фактически Его перевести На какие-то Другие рельсы Сделать своим соучастником И многие Продались Тогда вот Десять лет назад В 2006 году Когда Родину Начали растаскивать И дискредитировать Там поток лжи Грязи Всякая Особенно еврейская Общественность В этом участвовала Там просто Поток клеветы Шел И снимали с выборов Ну пожалуйста Хорошо Вы прошли в парламент Вы дальше хотите Выигрывать выборы Там в регионах И так далее Ну вот Начали с 2005 года Когда в Москве Сняли выборы А как с выборов Снимают Ну заявление Кто-нибудь пишет Вот Жириновцы Тогда написали заявление Что вот ролик Очистим Москву От мусоров Это экстремизм Это значит Унижение прав Национальных меньшинств И так далее Ну и Лужковские суды Мгновенно Приняли под козырек Спрашиваются Было какое-то Уголовное дело Была ли какая-то Экспертиза Которая доказала Что это вот экстремизм Наконец Почему бы не снять ролик Вы сняли Убрали ролик Из эфира А партия-то Продолжает действовать Ровно то самое Произошло именно с ЛДПР У них тоже был ролик Скажем так Неполиткорректный Его убрали А ЛДПР В списке оставили А родину Из списка сняли То есть Продолжали крутить Этот ролик До последнего момента До решения суда Вот И Вот таким образом Они снимают Снимают выборов С выборов По беспределу По беспределу Я знаю как В Брянской области Проводились выборы Губернатора Там также по беспределу Снимали Фальсифицировали Все что угодно Центральная Местная избирательная комиссия Все это поддерживали Господин Чуров Этот 146% Как его назвали Готов был Ко всему К любой фальсификации Все что на пользу Начальства Вот это является Для них законом А для нас конечно Это не может быть законом Поэтому И итоги выборов Не могут для нас Быть законом В результате выборов Которые пройдут В сентябре Сформируется Фальшивый орган Государственной власти Фальшивое народное представительство Мы к этому так и должны Относиться С самого начала Вот сейчас Вы хотите поучаствовать В выборах Но вы знаете Что в конце этих выборов Будет Будет Антинародный Фальшивый парламент Мы так и должны Отнестись к нему Как к самозванцам Все кто пройдет В парламент Они будут самозванцами Ну среди них Может быть есть И будут там Два-три Каких-то приличных человека Но в целом Они все равно Войдут в самозванный парламент Они будут Что-то пытаться делать Да вот я По своей практике тоже Я что-то пытался делать Но сил очень было мало У Родины Потому что ее истязали Беспрерывно И там меня лично Всякими доносами Клеветой в СМИ И так далее Да я написал Там порядка Двух тысяч Запросов Даже больше Потому что некоторые У меня шли Под одним и тем же номером Длинные дела Так называемые Когда надо было Несколько десятков Разослать Там какой-то В течение года Процесс шел Ну скажем так Две с половиной тысячи Запросов Было написано Каким-то людям Я принес помощь Кто-то Квартиру получил Кто-то там Отбился от Ракетиров Кто-то там Отбил свою собственность И так далее Где-то там Оборонный завод Был спасен От приватизации Но все это Капля в море Понимаете Если бы этим Занимался весь парламент И не было бы там Тунеядцев А реально Там сейчас сидят Просто тунеядцы Которые непонятно За что Зарплату получают Они даже законопроектов Не пишут Или если пишут То сами же их и отклоняют Потому что Нелепость Которую они пишут Невозможно пропустить По принципам Юридической техники Нельзя такую Билиберду Принимать в качестве Закона А все остальное Они просто голосуют За то что присылают Из администрации президента Или из правительства А это в одном и том же месте Готовится Это одно и то же Там конкуренции нет Просто им так удобно Разложить Вроде как Несколько У нас есть Субъектов Обладающих правом Законодательной инициативой Вот они То от правительства То от президента Они иногда Что-то там В регионах пишут Ну в подавляющем большинстве Все это тоже отклоняется Эти инициативы Никто рассматривать не будет То есть полностью Фальшивые парламенты Фальшивое законодательство То есть вас склоняют К каким-то действиям По закону А закона этого нет Его принимал Ненадлежащий орган Как ему подчиняться То есть только насилием Они держат нас в подчинении И только из-за того Что существует Вот это насилие Вы вынуждены Исполнять те законы Которые они принимают Вы давали поручение Принимать такие вот законы Ну например Продолжать приватизацию Вы давали такое поручение Предшествующему парламенту Вы голосовали за людей Которые выступали Говорят да мы будем продолжать Приватизацию Но мы бы никогда За таких не проголосовали А они сидят Сейчас вон полная Государственная дума Правительство готово Сейчас не просто Приватизировать А еще и снять этот вопрос С публичного обсуждения То есть тихо там Тихо сам с собой Я веду беседу Вот это действия Правительства Будут по приватизации Естественно что Не будут приватизировать Потому что им не хватает Понимаете Доходы падают От нефти доходы меньше Надо чем-то компенсировать Приватизируем Присвоим Все Поэтому то что происходит В дальнейшем В парламенте Кардинально отличается От того что происходит На избирательной кампании Ну Желающим могу предложить Почитать Предвыборную программу Собянина И посмотреть Что он делает Вообще ничего общего Это просто концерт Вам дали концерт Вы поаплодировали И в качестве оплаты Этого концерта Как пропуск на этот концерт Пошли и Проголосовали за кого угодно За кого угодно Вы проголосовали И концерт закончился А дальше начинается Реальная жизнь Реальная жизнь Которая является для вас И для всего нашего народа Трагедией Самой настоящей трагедией Покоренного народа Которого наконец-то покорили Считали что русский народ Самый непокорный Вот сейчас русский народ Находится в рабстве И мы должны поднять Восстание рабов Которые должны сбросить Этот поганый режим Окупантов Вот это восстание Должно произойти В мозгах В мозгах Пока у нас Хотя бы какая-то Значительная часть Любит начальство Конечно никакого восстания Не произойдет И режим не будет сметен А когда люди Начнут правильно понимать Что происходит И что нужно делать И кого нужно поддерживать Прежде всего русское движение Пока вообще поддержка Близка к нулю Прямо скажем Иногда вот на русские новости Присылают какие-то деньги Но это смешные деньги Это же не миллионы Даже не десятки тысяч На это там Ну Никакой политики Не построишь Ну да Вот мы там Проведем конференцию Какую-то там Подготовим русское шествие Но ни средства массовой информации У нас нет Своего Мы не можем его создать Потому что это требует Хоть каких-то денег Там полмиллиона рублей в месяц Вот Это же копейки Копейки Это зарплата Какого-нибудь начальника Департамента в банке Вот Или депутата Государственной Думы У них правда наверное больше Но у нас нет даже такого Вот А вы продолжаете ходить на выборы Пусть эта машина крутится Которая перемалывает кости Вашему народу Зачем? Не ходите на выборы Не ходите Нам надо готовить Революцию в мозгах у людей Ой страшно Революция Революция Реальное социальное изменение Реальные политические изменения Изменения в экономике Происходят Когда в голове у людей Все меняется Тогда Можно принять и нормальные законы И построить нормальную систему Государственного управления А поскольку у нас большинство Даже не имеет аппарата мышления Как это все можно было бы сделать То мы вот находимся в таком состоянии В котором находимся В состоянии рабском Из него конечно надо выходить Ну а у них то есть своя система Они управляют с помощью страха Который насаждаются среди своих же Они говорят Вот норматив В вашей области должен быть Такой то процент за единую Россию Такой то процент явки А это значит голосование за вот эти в основном Четыре так называемые парламентские партии самозванцев Вот по этому показателю Мы будем судить о том Как вы хорошо работаете Не важно как там чувствуют себя люди Есть ли какие-то инвестиции Или есть ли рост благосостояния Это не важно Важно как проголосуют Коль скоро так Значит Вот если вы не достигли определенного процента Вас пинком С губернаторского кресла С кресла там районного управленца Там члена избирательной комиссии Просто вышибут Поэтому вот эти люди Им же у них совести то нет никакой Они готовы предавать свой собственный народ В любом случае Как только начальство указало Поэтому они фальсифицируют Любыми средствами Они знают что Последствия от этого Не будет их никто не будет преследовать Если уж как-то уж совсем зарубятся И то как-то там спасут Как-то спасут Потому что Ну это же воля начальства А тут какие-то понимаете Какой-нибудь следователь будет Раскапывать это дело Ну ему объяснят Что это политически целесообразно Как в 96 году фальсифицировали президентские выборы Ну это целесообразно Мы же не должны отдавать власть коммунистам Зюганов победил А мы ему что власть отдадим С какой бы это стати Народ проголосовал Да плевать на народ Ну и Зюганову тоже было плевать Ему сказали Ну слушай ты будешь еще тут 20 лет сидеть в думе Кум королю Министру брат И будешь решать все свои вопросы И торговать там своими местами У тебя просто будет Замечательная жизнь Дальше у ближайшего Твоего окружения Все будет очень хорошо Ты только признай выборы Что Ельцин победил Ну он и признал И теперь признает Как говорится Есть такая пословица Один раз не буду продолжать Один раз наклонили Будут наклонять потом постоянно Ну вот так и кланяется Господин Зюганов И все его призные Вот этой власти Кланяются и кланяются А с ними делают То что делают Людьми абсолютно падшими У которых нет ни чести Ни морали Ни чувства собственного достоинства Вот А вы ходите и голосуете Да Вот ну хотя бы за коммунистов Ну хотя бы склоним баланс Лишний мандатик будет у Зюганова Да Пусть у него хотя бы Он-то точно пройдет Давайте мы увеличим процент у Зюганова Да Вот он получит там лишние Там сколько-то мандатов А Единая Россия Соответственно не получит Спасибо вам скажут Коммунисты-торгаши Они продадут этот мандат Какому-нибудь миллиардеру И он будет там сидеть тихо С охранной грамотной В виде мандата депутата Государственной Думы Нам нужно это Да абсолютно не нужно Поэтому нечего делать на выборах Лучше приходите на русскую весну Либо 1-го, либо 2-го мая Мы сообщим Когда это произойдет Ближе к делу Когда наши заявки будут рассмотрены Вот тогда действительно будет понятно Вы за кого Вы за русских Или за вот эту всю шушеру Которая сидит В верхах государственной власти Вот Встретимся на русской весне Встретимся на русской весне И посмотрим друг другу в глаза Послушаем что говорят люди Которые организуют все это дело Ну Если вы организуете Приходите Вы будете говорить Вот А пока те кто организует Вот те стоят у микрофона А кто не организует Тот слушает Или Потом будет реагировать Где-нибудь в своих там Твиттерах Вконтакте В фейсбуке Вот А лучше всего Если бы вы Занимались этой организацией Занимались у себя в районе В регионе Взаимодействовали с другими Русскими организациями Выходили на Оргкомитет Русской весны Потом вот русский марш будет И действовали совместно Сообща Согласовали бы лозунги Порядок шествия Кто будет выступать Кого слушать Кого лучше не выпускать На трибуну Как в дальнейшем Строить работу Русских организаций Как Вообще Осознавать Что нужно делать Русским людям Какова модель Русского национального государства Это же тоже вопрос Который требует Обсуждения Не просто среди умников Но и широкого обсуждения Значит вы в этом Должны участвовать Вы думаете Это так трудно Подать заявку На проведение Какого-нибудь пикета И провести этот пикет Да это не сложно У нас Все эти вопросы Отработаны Если кому что-то не ясно Свяжитесь Мы объясним Объясним Как это все делается Важна инициатива Хотите вы этого или нет Хотите вы Чтобы в России Установилась русская национальная власть Или будете продолжать Сидеть у себя По клетушкам И ждать Кто бы это сделал Вместо нас Да У нас же тут Жена, дети Нам надо зарабатывать Общее такое место Нам зарабатывать надо И у нас жена, дети Все Ну да Вот тогда вы полностью рабы Если вам сказали У вас жена, дети Поэтому помалкивайте в тряпочку Ну вот вы и помалкиваете Если же вы люди У которых есть свое собственное достоинство Конечно Вам есть чего терять Ну вы должны По мере сил Участвовать в русском движении Участвовать теми Возможностями Которые у вас есть У каждого они свои Но они есть у каждого Не бывает такого Что я не могу Ничего не Если вам нечего терять Берите флаг И идите вместе с нами Если вам есть что терять Оказывайте помощь Негласно Пишите под псевдонимами Поддерживайте Там голосовалками Присылайте По возможности То что мы Те средства Которые мы тратим На изготовление Баннеров На наем Трибуны Этой машины Бортовой Чтобы проводить Митинг Когда-то Как-то Сформировать Вот то средство Массоинформации Которое Будет оповещать Широкие слои населения О том Что происходит На самом деле В стране Потому что Официоз Весен Врет Беспрерывно Врет Или даже Если говорит Правду То под таким углом И склоняет Чтобы ваши мозги Тоже искривить Давайте мы Все-таки Будем стремиться К тому Чтобы участвовать Не в чужих Проектах Не в выборах Которые проводит Самозванная власть А в своих Проектах В русском Национальном движении Там и встретимся Встретимся На русской весне Слава России КОНЕЦ